Фотография на память в кабинете ректора Жанны Ермаковой и краткая обзорная экскурсия с видами из окна университета. Рабочий график многократного чемпиона мира и Европы по подводному плаванию, а ныне общественного деятеля Шаварша Карапетяна, расписан по минутам. Но, бывая в разных городах, он всегда находит время для общения со студентами. О подвиге человека-легенды, спасшего в 1976 году десятки жизней, студенты ОГУ подробно узнали из фильма, показанного перед началом встречи. В тот хмурый сентябрьский день Шаварш Карапетян спас жизни 20 человек. Об этом подвиге широкая общественность узнала лишь много лет спустя. Информация была засекречена, ведь в Советском Союзе не могли спасательные службы оказаться беспомощными. Но рано или поздно страна должна была узнать, что в ней живут настоящие герои. Когда мне позвонили и сказали, что Шаварш Владимирович Карапетян будет в Оренбурге, и вот сможете ли вы его принять? Я думаю, неужели тот самый Карапетян, человек, который, забыв о сиденье, тех вещах, которые ему были дороги, и он нырял в эту холодную резиновую воду за этими людьми, ну, это дорогого стоит. Друзья мои, мне кажется, я студент, я отличник, поэтому микрофон всегда дает мне в руки. Но во время встречи микрофон часто переходил в руки студентов, преподавателей и совсем юных участников беседы, которые засыпали гостя вопросами. Какая из ваших медалей вам больше всего заработает? Каждая медаль, ну, конечно, первая медаль, первый поцелуй, первое, значит, ощущение любви и достижение победы, это всегда, она стоящая и ценится. Один из самых ваших известных подвигов, это спасение утопающих из троллейбуса. И в одном из интервью вы признавались, что вам до сих пор снится подушка, которую вы случайно схватили вместо человека. Вам до сих пор снятся такие страшные сны? Это не подушка, это сидение, троллейбуса было, которое я настолько обнаглел, что сделал один вдох после погружения и ушел под воду. В этот случай я чуть не потерял сознание. И вот по пихах, чтобы с собой что-то захватить, и без сознания почти, потому что подводник сознания терезает, то есть абсолютно, когда умирает. И без сознания не ощущалось, что я поднял и поднял это сидение. Это сидение стоило одному человеческую жизнь. И какую бы вы книгу посоветовали прочитать, вот здесь присутствующим студентам? Прочтите книгу, назовется «Черная книга». Вы должны почувствовать, что значит жизнь самого дорогого человека. Это своя жизнь. Вы согласны с тобой? Дороже ничего нет. Жизнь можно отдать за Родину. Понимаете, вот в этой книге все это обхвачено. И она немножко толстая, где-то тысячу страниц. И я бы попросил, чтобы вы прочитали. Вопрос маленький, последний. А вы сейчас чем занимаетесь в последние лет 5-10? Чему не посвящаете время? Я сейчас генеральный директор, как мой сын сказал, «Автомашиностроение». Значит, спортивно-оздоровительный комплекс. У нас там два выплаты, директор бассейна. Один для грудниковых детей, еще отдельно. Значит, несколько спортивных сооружений. И дворовые площадки, профессиональные дворовые площадки для мини-футбола, хоккей и все остальное. Вот это тоже подо мной. Там тренерский состав работает. Это одна часть моей работы. У меня больше общественной работы. Штаб Мироболфронта, общественная калата. Сейчас законный, доверенный лицом Путина, еще советник Госдумы и так далее.